Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из журналов, статей из журналов, а также отрывки из книг из моей библиотеки. В данном аудио-видео отрезке речь идет о журнале «Невропатология и психиатрия» имени Сергея Сергеевича Корсовского, книга 2, Москва, 1901 год. Здесь я буду читать рефераты, касающиеся работ по психиатрии. Итак, начинаю. Крепелин, Эмиль Крепелин, известный немецкий психиатр, создатель нозологической принципа диагностики и лечения психиатрии. О способности запоминания, напечатанном в немецком журнале, в 1900 году. Клинические факторы, касающиеся расстройства памяти, указывают, что в то время как следы давних впечатлений оказываются еще хорошо сохранившимися, способность запоминания нового материала является уже глубоко нарушенной. Путем лабораторных исследований способности запоминания у здоровых лиц оказалось возможным определить наиболее простые формы обманов воспоминания. Особенное значение при этом получается исследование различных состояний субъективной уверенности. Чувство того, что впечатление прочно удерживается в памяти, сильно падает уже в течение 15-30 секунд. Большую важность представляет также и различие степени надежности этого чувства. Оказывается, что у некоторых лиц из воспроизведений памяти, принимаемых ими верные, заверные до одной, второй, являются ошибочными, а по истечении 30 секунд даже половина. У других же это число даже и по истечении 30 секунд не падает ниже 92%. С другой стороны, среди воспроизведений, которые кажутся ненадежными, бывает много и верных. Кроме того, наблюдается, что первоначально ложные запоминания при условии вторичного воспроизведения бессознательно становятся верными. Отсюда следует, что яркость процессов, ведущих к ошибкам, бледнеет быстрее, чем следы действительных впечатлений, так что эти последствия появляются потом снова в своей истинной форме. Но бывает и так, что процессы, обуславливающие собой ошибки, не только полно изменяют первоначальный образ, что уклонение прообразов от образа воспоминания не находит уже своего выражения в чувстве неуверенности. Практическое значение этих данных для обыденной жизни огромно. Стоит только вспомнить, какое важное значение принадлежит свидетельским показаниям на суде. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при самой большой личной уверенности и непоколебимости убеждения в верности собственных показаний нельзя уберечься от роковых ошибок воспоминания. Важное дополнение в эти наблюдения вносят исследования влияние приемов алкоголя на способность запоминания. Этим исследованием было обнаружено, что число верных запоминаний в течение первых 15-16 секунд уменьшается на 15%, число же ложных, наоборот, увеличивается на 72%. Таким образом, алкоголь, с одной стороны, затрудняет закрепление впечатлений, с другой, благоприятствует появлению в больших размерах ошибок. Некоторую противоположность этому представляют факты, обнаруженные при исследовании апросексия на залез. При исследовании способности запоминания при открытых и закрытых с помощью аптуратора носовых отверстиях было обнаружено, что у потребления аптураторов появилось простое уменьшение верных запоминаний приблизительно на 9-10%. Число же ошибок оставалось неизменным. Это указывает на то, что не всякое понижение способности запоминания ведет к ошибкам воспоминания, но что в их появлении играет роль еще и другие влияния. Уменьшение верных и увеличение ложных запоминаний под влиянием алкоголя являются таким образом независимыми друг от друга процессами и должны сводиться к различного рода причинам. Исследование способности запоминания удалось произвести в одном случае полиневритического психоза Корсакова, где тяжелые расстройства воспоминания являлись чистыми, неосложненными никакими другими сопутствующими психическими расстройствами. При этом совершенно неожиданно было обнаружено необычайно сильное понижение способности усвоения. Одновременно с этим было констатировано, что от упражнения успешных результатов не получалось. Улучшение способности запоминания в зависимости от увеличения промежутка времени было гораздо более выражено, чем у здоровых, и достигало своего максимума только после 30 секунд. Эти факты говорят за то, что у больных воспринятые впечатления достигают полной ясности медленнее, чем у здоровых. Может быть, это и представляет собой почву для глубокого расстройства способности непосредственного усвоения. Может быть, при этом имело также влияние медленное появление вспомогательных образов, воспоминания прежних однородных впечатлений. Далее оказывается, что чем медленнее образуются чувственные восприятия, тем больше простор дается для процессов, ведущих к ошибкам. Вместе с замедлением образования восприятия у этого больного соединялось и необычайно быстрое исчезновение их следов. Еще сильнее обнаруживается расстройство способности запоминания в некоторых случаях старческого слабоумия. В этих случаях едва только половина задачи решалась правильно. Больным показывались картины или предметы, названия которых они должны были потом воспроизвести. В остальных же случаях больные или не могли припомнить впечатление, или же давали ложные указания. С нарастанием длины промежутка времени число верных воспроизведений падало. Удлинение паузы сверх определенной величины обнаруживало резко выраженное ухудшение способности воспроизведения. И здесь констатировалось также замедленное образование восприятия и быстрое исчезновение их. При этом наблюдалось часто особенное явление, которое состоит в том, что больные на самые разнообразные впечатления реагировали одними и теми же обозначениями, без всякого отношения к содержанию чувственного восприятия. Во всех случаях самое впечатление не находило себе отголоска в запасе представлений больного и совершенно не запоминалось. При всей неполноте и несовершенстве этих опытов они все-таки обращают наше внимание на совсем неизвестную и до сих пор группу расстройств. А именно, на слишком быстрое колебание и замедленное образование восприятий. Эти явления главным образом не способствуют возникновению ошибок воспоминания. Реферировано Н. Постовским. Следующая реферативная статья о количественных и качественных изменениях душевных способностей в старческом возрасте. Пауль Рансбург и Эмерих Балент, тоже напечатанном в немецком журнале за 1900 год. Задавший целью выяснить постепенность и последовательность упадка отдельных умственных процессов в старческом возрасте, авторы произвели ряд психометрических наблюдений над 12 стариками в возрасте от 61 до 80 лет, физически крепкими и не представлявшими никаких заметных признаков слабоумия. Для сравнения послужили параллельные исследования 10 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет соответствующего общественного положения и образования. У тех и других исследовались простые и сложные реакции на слуховые и зрительные раздражения и ассоциации. Если исследованием обнаружено качественное и количественное отсталость стариков, время реакции во всех опытах оказалось у стариков значительно удлиненными. Менее всего оно было удлинено в опытах со сложением однозначных чисел и с простыми слуховыми реакциями на 13%, со зрительными и избирательными реакциями на 18%, с суждениями 17,3%, при простых избирательных реакциях она превышала средние цифры контрольной группы на 32,3%, а при реакциях на ассоциации аж на 40,3%. В противоположности этому количество ошибочных реакций немногим превосходило ошибки контрольной группы. Что касается качества ассоциации у стариков, то в этом отношении не обнаружили уменьшение эластичности кругозора и бедность выбора, вращаясь преимущественно в кругу сочетаний по смыслу, причинность, назначение, определение. Сочетания со созвучием у них почти отсутствовали 0,2%. Сочетания посмежности и единовременности фигурировали в очень ограниченном количестве. О постановке опытов и численных, и числовых данных смотри в оригинале. Реферировано Александром Бернштейном. Так, следующая реферативная статья. С.М. Гисля. Основные особенности состояния сна. Статья также напечатана в немецком журнале медицинском за 1901 год, страница 164-182. Изучение сна до сего времени находится в некотором пренебрежении у ученых, говорит автор, и в заключении своей статьи. И далеко недостаточно использовано для исследования соприкасающих с ним областей гипнотизма, психологии детского возраста, психиатрии и психологии развитого мозга. Изложение автора, основанное на собственных наблюдениях, распадается на два отдела. Первый. Характеристика состояния сна и его отличия от психического состояния бодрствования. И второе. Психические процессы и их течение во время сна. Основный характер сонного состояния автор сводит к распаду отдельных элементов психических процессов, их сочетании и координации, рассматривая в отдельности распадение образования представлений и их рядов. Крайне сжатое, точное изложение, скупо иллюстрированное примерами не подается передаче в извлечении. Для ознакомления с положением автора необходимо дословный перевод статьи, реферированная Александром Бернштейном. Так, следующая реферативная статья Н. Кройзер. Позднее выздоровление при душевных болезни. Также немецкий автор. Также статья напечатана в всеобщем газете для психиатрии или по психиатрии. 1900 год. За позднее автор считает такое выздоровление, которое наступает по истечении более чем трех лет со времени заболевания. Термин, имеющий в Германии практическое значение, где трехлетняя психическая болезнь трактуется уже как неизлечимая, например, в законоположениях о разводе. Как выздоровление, Кройзер трактует такие случаи, когда у больного исчезают все очевидные болезненные симптомы, и больной возвращается к своим обычным занятиям и держится благополучно в нормальной обстановке более года. Критерии не вполне точны по отношению к людям, несущим несложные обязанности, ничем не занятыми, и особенно к женщинам, ведущим домашнее хозяйство. Благодаря такому критерию в число выздоровщих у автора значатся, например, больные хронической паранойи – один мужчина и две женщины. Несколько сомнительно выздоровление в одном случае периодической меланхолии, где приступы были не совсем типичны. В периодических психозах – три женщины, и в циркулярных – одна женщина. За выраздоровление принято, по-видимому, сильное падение интенсивности приступов, могущих, однако, в следующий раз вспыхнуть с новой силой. Личные случаи автора могут быть до некоторой степени проверены благодаря приложенным в конце статьи довольно подробным историям болезни. Подсчитывая число всех поступлений в заведениях Шуссена Рида и число поздних выздоровлений, автор нашел, что на каждые сто поступлений падает поздних выздоровлений 0,6 для мужчин и 0,4 для женщин. Из каждых же 100 случаев выздоровление 2,7 случая для мужчин и 2,1 случая для женщин падает на долю поздних выздоровлений. То есть процент настолько значительный, что с этим явлением надо очень и очень считаться, давая заключение о неизлечимости больного на основании длительности заболевания. Есть и у самого автора, и в собранной им литературе есть несколько сомнительных случаев, зато и трехлетний срок позднего выздоровления довольно высок. В общем, следовательно, поздние выздоровления далеко не редки. По возрасту в момент наступления заболевания среди поздно выздоровлений автора были субъективно от 20 до 65 лет. Несколько больше сконцентрировалось выздоровление среди заболевших в 30-35 лет. В продолжительности болезни наблюдалось самое позднее выздоровление после 21 года болезни. Автору не удалось отметить какого-либо влияния на наступление позднего выздоровления и теологических моментов самого заболевания. Малый процент среди поздно выздоровевших случаев наследственно отягощенных 20% как бы указывает на то, что вполне здоровый до заболевания мозг лучше сопротивляется даже и длительному заболеванию. Отмечаемое неоднократно в литературе благоприятное влияние лихорадочных заболеваний относится исключительно к случаям выздоровления, наступившим ранее, чем через 3 года после заболевания. В одном случае автора у больного более 17 лет параноика наступило выздоровление после удачной произведенной операции герниотомии, то есть удаление или зашивание грыжи. Самый перечень болезней, при которых наступило позднее выздоровление, затем существование рубрики выздоровления в случаях прогностически неблагоприятных, указывает, что в определении понятия о выздоровлении автор руководствовался чисто практическим критерием пригодности у больного к обычной жизни при отсутствии явных проявлений болезни. Тем не менее, относительно частоты поздних выздоровлений, насколько все-таки значительно частота, но частота поздних выздоровлений настолько все-таки значительно, что заставляет быть более осторожным в постановке неблагоприятного прогноза. Тем более, что приведенные автором истории болезни свидетельствуют, что явления, обычно почитаемые за признаки наступления А окончательного исходного слабоумия, отнюдь еще не исключают возможности выздоровления. Статья реферирована В.В. Воробьевым. Следующая статья реферативная. А. И. Ющенко к вопросу об излечимости периодических психозов. Написано в русской медицинском вестнике за 1901 год. Номер 2. Страница 1.30. Автор приводит три случая остро развившегося душевного расстройства у молодых особ 17 лет, представлявшего периодическую смену состояния возбуждения и угнетения или светлых промежутков. Все эти случаи окончились выздоровлением через 6 месяцев, 1 год и 3 месяца и 5 месяцев по поступлению. Ровно как и 14 случаев, найденных автором в литературе. Автор считает свои случаи несколько отличающимися от обычных периодических психозов. В них отсутствие черты резонирующего помешательства. Патологическая наследственность отмечена у всех трех больных, но в слабой степени. Физические признаки выражения не наблюдалось. У всех больных отмечены иллюзии, галлюцинации со спутанностью сознания на высоте болезни, задорность и вздорность, нелепые шутки, театральность и высокопарность в разговорах, позах и движениях и безаффективный смех. Все это явление, обычно несвойственное периодическим психозам, обращает на себя внимание возраст больных и излечимость психозов. Впрочем, задаваясь вопросом о дальнейшем судьбе своих больных, автор напоминает, что они, как лица с патологической наследственностью, перенесшие уже душевные заболевания, представляются более психически ранимыми, чем другие люди. Таким образом, вопрос об излечимости периодических психозов остается у автора открытым. Реферировано Александром Бернштейном. Следующая статья реферативная. Ксавиер Франкотте. Генерализованный бред. Французский автор. Напечатано французской, даже не французской, а бельгийской. Это франкоговорящий. В 1900 году на основании 42 прослеженных случаев автор излагает патогенез той формы душевного расстройства, которая в немецкой психиатрии известна под именем фервирхайд, фервирхайд, спутанность, спутанность, потерянность, потерянность. Во французской конфузии и менталии, которую сам автор называет делири, генерализе, русские термины, острое бессмысление, острая спутанность, дизное и так далее. В симптоматологии на первом плане стоят расстройства сознания, отсутствие ориентировки во времени и месте, затемнение собрания с последующей амнезией периода болезни. Степень как затемнения сознания, так и последующей амнезии может быть очень различна. Иногда существует сознание болезни. Смотря по выдающемуся симптому в картине болезни, можно выделить различные формы ее. Формы экспансивные и депрессивные, стопорозные. В двух случаях из 42 автор видел кататонические явления, галлюцинаторные, даже паранояльные. Выделение всех этих форм, однако, автор придает лишь относительное, скорее, описательное значение. Дело идет лишь о различных симптомах одной и той же болезни, а не о разных болезнях. Из физических симптомов на первом плане стоят расстройства пищеварения, обложенный язык, отсутствие аппетита, поносы. Эти расстройства иногда являются причиной бреда отравления и отказа от пищи, самого серьезного симптома в картине болезни. В очень редких случаях наблюдалось повышение температуры на несколько дней до 39,5 градусов. В двух случаях автор видел комбинации острой спутанности с полиневритом. В одном из этих было характерное расстройство памяти, то есть корсаковский симптом, синдромокомплект. Течение и продолжительность болезни. Период, предшествующий заболеванию и выражающийся в изменении характера, в излишней раздражительности, впечатлительности может тянуться несколько недель и даже месяцев. Начало болезни бурное. Интенсивных отдельных симптомов в течение болезни может резко меняться. Чаще всего болезнь тянется от 6 недель до 2 месяцев. Самый долгий срок было 6 месяцев. Самый короткий – 3 дня. Исход из 38 случаев, в 9 случаев, то есть в 23% исходом болезни была смерть. Из них в 5% причиной смерти было истощение. Больные страдали расстройством пищеварительных органов и отказывались есть. В двух случаях психическому расстройству сопутствовал туберкулез. В одном смерть последовала от паралича сердца при алкогольном полиневрите. И в одном – от неизвестной причины. В трех случаях был исход в слабоумие. В 26, то есть в 68% случаев выздоровление. Исход в выздоровлении не застраховывает от возврата болезни, как вы наблюдали самим автором в 5 случаях спустя 1-18 месяцев после выздоровления. В других семи случаях, уже в анамнезе, были ясно указания на перенесенные душевные расстройства. И теология. Из 42 случаев 34 были женщины, 8 – мужчины. По возрасту наибольший контингент больных – 18 человек – падал на 30-40 лет. В 9 больных были в возрасте от 20 до 30 лет. 5 – от 40 до 50, и 7 – от 50 до 60. В 6 случаях, производящие величиной болезни, были роды. В 6 других – другие ослабляющие моменты. Инфлуенция, грипп, неймония, ангина, мешавшая есть, суставный ревматизм, кровотечение, операции по случаю опущения матки. Ну, скажем так, инфекционные и травматические. Из двух случаев психические страдания было связано с менструациями и было периодическим. Наследственное предрасположение имело в трех случаях. Назначение предрасположения указывает также часто встречающаяся периодичность психоза, имея в виду, с одной стороны, большое количество таких случаев, при которых нельзя было найти никакой причины заболевания, а с другой, принимая во внимание чистоту расстройств пищеварительных органов, Франкотте, склонен этим последним приписать причинное значение в деле происхождения этого психоза. Здесь дело идет, может быть, о аутоинтоксикации. Статья редактирована Петром Ганнушкиным. Так, следующее. В. Вейгант о маниакально-депрессивном помещательстве. Собственно говоря, об Бар. Тоже немецкий автор. Напечатано в Берлинском клиническом еженедельнике за 1901 год. В своей ясной живо написанной лекции автор излагает учения о маниакально-депрессивном помещательстве, повторяя в общем взгляды Крепелина. Существует строго определенная группа душевных расстройств, говорит автор, которые проявляются в виде определенного рода возбужения или угнетения и имеют наклонность к повторению. Причем, однако, каждый отдельный приступ кончается полным выздоровлением. Клиническая картина в каждом данном случае может выражаться в состоянии возбуждения или угнетения или в последовательной смене обеих состояний или в комбинации симптомов того или другого. Переходы этой формы в другие виды душевной болезни, расстройств, психозаистощения, славууми не бывают. Точно так же следует отличить эту форму от собственной меланхолии, более болезни инволюционного периода, имеющей свои клинические и прогностиотические особенности. Маниакально-депрессивное помещательство есть болезнь эндогенная, развивающаяся на почве конституционального предрасположения. Из причин болезни на первом плане стоит наследственность, которую автор считает возможным доказать 90% всех случаев. Отдельным моментом травма, волнению, переутомлению, часто приводимым в качестве причины заболевания, он не придает особого значения, за исключением беременности, послеродового состояния, кормления, менопаузы, которые могут иметь влияние на появление отдельного приступа согласия. Травмы, волнение, психическое, переутомление – это не причина, это триггеры, как минимум могут быть только триггерами, провокаторами. А вот наследственные факторы и беременность, послеродовое состояние, период кормления, менопаузы – это тоже гормональный период, вот он придает, я, естественно, на это значение, я с ним вполне согласен. Так, причина периодичности приступов остается нам совершенно неизвестной, хотя с аналогичными явлениями мы встречаемся довольно часто. Смена сна и бостования, наступление регу, зимняя спячка у животных, клиническая картина разбираемой формы слагается из следующих частей. Первое. Маниакальное состояние. Здесь автор дает описание классической мании, высказываясь против разделения мании на отдельные формы. Мания му, метисима, гипномания, гипомания, фолиорезонанты, мания гравис и другие, так как они обыкновенно легко переходят одна в другую. Диагностически особенно важно сочетание двигательного возбуждения, вихря идей и отвлекаемости внимания в отличие от наобразия, стереотипии, негативизма и манерности, которым отличается возбуждение кататоников. В то время, как маниакальные больные в высокой степени возбудимы и живо реагируют на окружающее, возбуждение кататоника протекает одинаково, независимо от того, наблюдает его или он один. Второе. Депрессивное состояние. Оно слагается и с подавленного настроения и доходящего иногда до ступора заторможения в сфере мыслительной и психомоторной. Последнее особенно характерно для данной формы, в отличие от меланхолии, через коинволюционного периода, не следует смешивать этого симптома с замедлением двигательных актов у кататоников, где дело идет не о задержке, собственно, а об одном из проявлений негативизма. Третье. Более подробно автор останавливается на третьей группе, именно на так называемом смешанных состояниях. В настоящее время не может быть речи о мании, депрессии, как о двух состояниях, прямо противоположных, взаимоисключающих друг друга. Многочисленные наблюдения последнее времени, однако, показали, что довольно часто встречаются случаи, где то эпизодически, то в течение более продолжительного времени. Эти симптомы комбинируются, существуют одновременно. Теория и физиологическая основа мании и депрессии оказывается преждевременностью, преждевременно в особенности рушится гипотеза Мейнерта. Наиболее характерным из смешанных состояний является маниакальный ступор. Представляющий сочетание психомоторной задержки и повышенного настроения, причем иногда к этому присоединяется еще замедление мыслительных процессов. Картина получается различная в зависимости от интенсивности задержки, доходящая иногда до того, что больные ничего не говорят, и только выражение лица выдает их настроение. Однако, в большинстве случаев больные, хотя мало, но высказываются. В некоторых случаях, когда больные молчаливые, несмотря на свое, видимо, повышенное самочувствие, может явиться мысль о существовании тщательно скрываемого бреда. Это может иногда повести к нежелательному смещению с хронической паранойей или начинаемще прогрессивным параличом. Состояние маниакального ступора чаще всего наблюдается при переходе маниакального состояния в депрессивное. Но этим не исключается возможность появления его в виде самостоятельного приступа. Противоположность только что описанному состоянию составляют ажитированные депрессии, то есть угнетенное настроение при наличности возбуждения, вихря идей, чаще встречается в особенности в тот период болезни, когда типичное маниакальное возбуждение начинает затихать. Третья смешанная форма – непродуктивная мания, то есть мания, в которой вместо вихря идей существует заторможение в сфере мышления. При этом больные, представляя ясные симптомы маниакального возбуждения и повышенного самочувствия, в то же время плохо ориентируются, туго соображают, тратят сравнительно много времени на несложные арифметические действия. Однако они остаются при всем этом возбудимыми, доступными внешним впечатлениям в то время, как кататоники, у которых наблюдается иногда сходная картина, отличаются равнодушным или негативистическим отношением к окружающим. Взаимоотношение всех очерченных в высшей форме в каждом отдельном случае представляется различным. Наряду с больными, у которых все приступы носят тождественный характер, есть немало таких, у которых наблюдается совершенно обратная, также разнообразная и клиническая картина. По данным Гейдельбергской клиники 150 случаев, реже всего встречаются чистые формы с простым периодическим течением, немного чаще чистые циркулярные формы. Не менее 70% однако дают в своем течении более или менее ясно выраженные смешанные симптомы, в том числе 90% таких, где приступы протекали в виде длительных смешанных состояний. Между всеми этими формами имеются многочисленные переходы, и автор считает возможным на основании клинической картины выделить особые типы. Он не видит возможности также выделить особую группу с простым, не периодическим течением, так как в клинической картине нет точек опоры для суждения о том, остается ли данный приступ единичным или же он будет повторяться. Не могут помочь здесь и статистические данные, основанные преимущественно на еще живущем материале. Эти данные потому не имеют собственной особой цели, что никто не может поручиться, что у больного, например, с зарегистрированной простой манией, в дальнейшем все-таки не повторится приступ. Во всяком случае, эти простые формы сравнительно редки. Из больных автора 133 случая только 4,5% были больны в первый раз. Между тем, и эту цифру он считает высшей действительностью, утверждая, что легкие приступы маниакального возбуждения не попадают в анамнез, так как профанами они часто просматриваются или даже принимаются за признаки особенного здоровья. Продолжительность отдельных приступов колеблется между несколькими днями и многими, больше шести годами, но и в последних случаях наступает полное выздоровление. Установление единой формы маниакально-депрессивного помешательства авто придает огромное значение, ввиду того, что все приступы этой болезни отличаются, безусловно, благоприятной прогностикой. Таким образом, мы получаем возможность на основании клинического анализа, иногда уже при первом исследовании, обещать полное выздоровление, реферировано А.С. Розенталем. Так, это маленькая, не годится. Так, неинтересно. Так, Гульерре, автор, француз, напечатано в французском журнале невропатологии, номер 62, том 11. Два новых случая близнецового помешательства. Близнецовое помешательство представляет собой разновидность дегенеративного психоза. В огромном большинстве случаев душевное расстройство близнецов развивается на почве врожденной умственной слабости или имбецильности. Раннее развитие близнецового помешательства, появление преждевременного слабоумия, также указывает на дегенеративную подкладку. Существование близнецов указывает в некоторых случаях на неблагоприятные условия заражения, под влиянием инфекции или интоксикации. У близнецов часто наблюдается явление врожденного сифилиса, наследственный туберкулез, наследственное расположение при близнецовом помешательстве играет большую роль. Автор приводит вкратце 7 случаев, где один из близнецов заболел душевной болезнью, а другой или умирает в раннем детстве, или же остается психически здоровым. Два таких случая описал Кристиан и один Робинович. Далее автор приводит подобное описание двух случаев близнецового помешательства. В первом случае дело касается двух сестер 35 лет, давно находящихся уже под его наблюдением. Оба сестры-близнецы не отличались большим умом, приблизительно в одно и то же время у них появляются признаки душевного расстройства, служащие началом распада умственной деятельности в возрасте 16-17 лет. Сначала у них изменилось эффективное состояние, затем появились навязчивые идеи меланхолического, ипохондрического характера, малосвязный бред, одержимости и преследование, импульсивные деятельности, наконец явление преждевременного слабоумия. Одной из этих сестер болезнь не развилась быстрее, слабоумие было более глубоким. У нее же в детстве наблюдались более ранее физическое и умственное развитие, чем у другой сестры. Что касается наследственности, то отмечается, что отец у них алкоголик, мать – невропатка. Во втором случае дело идет о двух братьях-близнецах в 39 лет. В семье оба они считались людьми отсталыми в умственном отношении. Душевное расстройство проявилось у них в возрасте лет 20. У одного из них под влиянием злоупотребления спиртными напитками развилась спутанность сознания, после чего обнаружилась умственная слабость. С разного рода бредовыми идеями, под влиянием которых он становится опасным для окружающих. У другого брата-близнеца с 20 лет приблизительно стали падать умственные способности. И к этому присоединилось в возрасте 27 лет острое галлюцинаторное помешательство. У первого существует систематизированный величавый бред, то есть бред величия. У второго прогрессирующая диссоциация идеи с приступом маниакального возбуждения. По мнению автора, в случаях близнецового помешательства есть и диантичность, идентичности в картине болезни, а есть только та и другая степень сходства. В начале своей работы в примечании автор указывает, что в обзоре случаев близнецового помешательства проеводимого в моем работе нет наблюдения в Ворсенштерна за 1891 год, опубликованного в American Journal on Insanity. И касаемого двух братьев, близнецов, слабоумных, из которых у одного при меланхолическом состоянии наблюдалась импульсивная и разрушительная наклонность, а у другого скорее простое слабоумие, реферирование к Сергеем Сухановым. Так, вот знаменит немецкий психиатр Джолли. Сифилис и душевные болезни. Напечатано в Берлинском клиническом еженедельнике за 1901 год. Нет ни одного душевного заболевания, говорит Джолли, которое не могло бы возникнуть на почве приобретенного сифилиса. Да, в те времена и этабы сдорзались, спинная суходка и прогрессивный паралич помешанных. Это было сифилитическое, неврологическое, психиатрическое заболевание. Сравнительно очень редко возникает на сифилитической почве мания. Также редка и паранойя. Притом это даже не паранойя, а скорее деменция параноидов. То есть слабоумие, параноидальное, значит, слабоумие, крепелина. Гораздо уже чаще встречаются меланхолические состояния, которые сопровождаются ипохондрической окраской бреда. Наиболее, однако, частными и даже характерными для сифилиса является состояние аминтивности, то есть спутанности в виде острого бреда, острой спутанности с галлюцинациями. Как при меланхолии, так и при аминции, рука об руку с психическими симптомами идут часто и специфические органические явления. Сильная головная боль, головокружение, параличи глазных мышц, паралич фациализ, приходящие параличи конечностей. Часто, однако, никаких местных симптомов в сифилиса нет. Всё дело ограничивается. Протерял. Дело ограничивается общей нервностью. И на почве этой общей нервности вдруг развивается грозная картина острого бреда. На секции же сплошь и рядом находятся специфические сифилитические изменения. Что касается дослабоумия, то оно, как результат сифилиса, может развиваться или первично, или вторично. Вторично после перенесенного меланхолия, особенно часто после аминции. Первичное слабоумие проявляется в двух формах. Одна форма более редко соответствует той картине болезни, которая описана Корсаковым, в преимущественном невритее, основная черта, которая состоит в характерном расстройстве памяти, другая, более частная, черты которой отмечены вундерлихом, нойберлихом, нойбреном и другими состоит в следующей болезни. Ной становится ко всему равнодушен, теряет всякий интерес к жизни, пренебрегает своими обязанностями, болезнь идет с большими колебаниями, то больной выглядит совершенно здоровым, правильно исполняет свои обязанности, то через несколько дней находится чуть ли не в ступорозном состоянии, сепилитическое слабоумие, будет ли оно вторичным или первичным, течет чрезвычайно разнообразно. То напрогрессилует, и дело оканчивается полным упадком умственных способностей, то остается стационарным, то, наконец, особенно принадлежащая терапии, дает некоторое улучшение. Наряду со слабоумием существует в таких случаях целый ряд физических симптомов, невозможные расстройства речи всевозможные, параличи конечностей, более-менее длительные судороги, воспаление зрительного нерва, явление со стороны зрачков, дрожание в руках и так далее. Болезни может тянуться очень долго. При вскрытии, наряду со специфическими процессами, гумами, гумозными менингитами, находят и простые дегенеративные процессы, как следствие страдания сосудов. Это слабоумие, несмотря на все сходство, должно быть отличаемо от классического прогрессивного паралича помешанного. Это и есть то страдание, которое Фурнир назвал сифилитическим псевдопараличом, а Фустно – атипическим параличом. А Джоли предлагает назвать мозговым сифилисом с исходом слабоумия. Существуют случаи, говорит Джоли, где клинически мы не имеем признаков мозгового львеса, а имеем картину классического прогрессивного паралича, и где при вскрытии, наряду с диффузными процессами, однако находятся и несомненные сипилитические изменения. Эти случаи и случаи прогрессивного паралича, давние стойко-волючения, существование их заставляет нас не пренебрегать специфической терапией, от нее мы можем отказаться, или в тех случаях, когда в анамнезе нет ровно никаких указаний на Льюис, а также там, где дело дошло уже до значительного слабоумия. Что касается допрогрессивного паралича, то Джоли считает его мета- и парасиферитическим страданиями. Вместе с Менделем думает, что хронический интерстициальный энцефалит, лежащий в основе его, может быть следствием не только Льюиса, что бывает, однако, чаще всего, но и других моментов, особенно часто совокупность их травма, алкоголизм, переутомление. Реферировано Ганнушкиным. Так. Доктор Менкомельфа. О прогрессивном параличе и сухотке у супругов. Прогрессивный паралич помешанного – это сифилис мозга, это психическое расстройство, а сухотка – это таббисдарзалис, это неврологическое сифилитическое страдание у супругов. Напечатано в немецком газете, а автор тоже, в медицинской газете, автор тоже немец. В 1900 году. С давних пор, с 1863 года, в литературе указывалось, нанимовало важное значение слушаний проагрессивного паралича и сухотки у супругов для решения спорного вопроса о роли сифилиса, как причины этих заболеваний. Автор, пользуясь материалом, накопившимся за последнюю часть, Герцберге, сообщает о 18 случаях прогрессивного паралича и сухотки у супругов. В 14 из этих случаев существовала деменция паралитика, то есть паралитическое словоумие у обоих супругов, из них в 7 случаях. Один из супругов страдал табетической формой прогрессивного паралича, табы с дарзалис, во втором муж страдал сухоткой, тоже табы с дарзалис, жена паралича прогрессивно, и в одном случае обоих супругов развилась сухотка, то есть табы с дарзалис, неврология. В первых четырех случаях существовали или определенные, или весьма достоверные указания на сифилис. В случаях в 5 и 6 специфическое заражение обоих супругов представляется весьма вероятным. В случаях 7-10 сифилис у одного из супругов в точности доказан, у другого же нет. В случаях 11-12 у одного из супругов сифилис, наверное, был. У другого это заболевание, вероятно. В остальных же 6 случаях, в 13-18 сифилитическое заражение обоих супругов несомненно, особенно по учителю представляется случай 18. Муллс имел сифилис в 1876 году, в брак вступил в 1879 году, жена в 1880 году лечилась от специфических проявлений втиранием рту и мази. В 1880 году ей рождена была дочь с несомненными признаками наследственного сифилиса или врожденного. В 1894 году у мужа появляются первые признаки спиной сухотки Таабес Дарзалис. В 1894 году у мужа появляются первые признаки сухотки. В 1897 году жена заболевает прогрессивным параличом дожи, представлявшая ранее ясные признаки умственной слабости. В 1895 году также заболела деменция паралитика. Реферировано постовски. Ну что я скажу? Видите, это все связано с сифилисом, исчез сифилис, исчезла Таабес Дарзалис или в речащих случаях, поскольку сифилис сейчас лечится. И прогрессивный паралич помешан, и слабоумие, и так далее, и так далее. Так, следующее. Яр Мекка о прогрессивном параличе у женщин. Тоже немецкий автор, тоже напечатанном в немецком психиатрическом журнале. Автор обозревает 54 случая прогрессивного паралича у женщин, прошедшие через Марбургскую клинику в течение 1888-1997 гг. В XIX столетии приходит к следующему обучению. Отношение числа больных прогрессивным параличом женщин к мужчинам равно 1 к 7. Частота заболеваний у женщин в обозреваемый период увеличилась в большей степени, чем у мужчин. Болезнь поражала преимущества неимущие классы. Нужда и забота играли выдающуюся роль в этиологии. Приблизительно в 1-3 случая точной цифре статьи вывести не удается константирован сифилис. Почти во всех случаях, независимо от возраста, наблюдались расстройства менструации. В клинической картине преобладало прогрессирующее слабоумие, состояние эйфории преобладало над с возбуждением и бредом величия. Средняя длительность болезни составляла 2,5 года. Понижение возраста, возникновение болезни, уменьшение длительности ее, уменьшение частоты инсультов и отличий в течение по сравнению с предыдущим десятилетием. Автор отметить не мог. Реферировано Александром Бернштейном. Семейное презрение, это нам не надо. Так. Ну что? Как будто бы по психиатрии реферативная... реферативные статьи закончились. Ну вот, я вот просматриваю сейчас. Так, это терапия идет. Это все не имеет никакого большого значения. Так, вот идет рецензия уже. Это реферат и рецензия. Так, это невологические референзии. Дежерин, вот Дежерин. Семеология до системы нервной. Париж, 1900 год, французы. Да, книга Дежера представляет обширную монографию в 900 почти печатных страниц с множественным рисунком в тексте. Распределен материал в общем следующим образом. В первой главе трактуется о расстройствах интеллекта, кома, сон, сомнамбулизм, гипнотизм, внушение. Во второй главе говорится о расстройствах речи. В третьей разбираются двигательные расстройства. Сначала идут акинезии, сюда же отнесены все дистрофии и атрофии. В этой же главе трактуется об атаксии, головокружении. Далее идут гиперкинезы, сюда отнесена и томпсонская болезнь. В этой же главе говорится и о гипотонии мышц, и притабы, например, дарзалис. В следующей главе разбираются отдельные топографии проличей по типам, периферические, корешковые, спинальные, церебральные. Далее разбираются расстройства чувствительности, поверхностных, глубоких, внутренних органов, субъективные расстройства чувствительности, центральной альгии. Далее идет диагностика рефлексов и расстройства внутренних органов, сопровождающие нервные болезни. Интересны сроки о так называемой нервной лихорадке. Пирогенным влиянием обладает под дежурину истерия, неврастыния, базедовая болезнь, хорея, перипсия. Существование истерической лихорадки стоит под дежурину вне спора. При истерии возможны поднятия температуры до 41 градуса Цельсия и такая большая часть очень неправильной формы. Температура держится по час неделями, месяцами, иногда годами. В иных случаях истерия стимулирует определенные типы, например, тип, туберкулез, менингит, нуммонию хроническую, перитония, сочленовый ремотизм и так далее. Прогностика всех этих случаев под дежурину хорошая, если только не присоединяются истерические отказы от принятия пищи. Далее идут главы о трофическом секреторных расстройствах и, наконец, мастерски обработанная глава зрительных расстройств при нервных болезни. Если для одного беглого перечня содержания книги дежурина понадобилось столько строк, то насколько более потребовалось бы их для того, чтобы хотя бы одним словом отметить в каждой главе ее достойное внимание. Повсюду дежурин является первоклассным и вполне независимым исследованием. Приведем две-три примера. В отделе афазии дежурин, вопреки Фройнду, Фройнду не Фройду, а Фройнду и Питерсу, является защитником существования частой подкорковой афазии, зато амузию, интранскартиальную афазию, он считает клинически недостаточно обоснованными, теориастически конструированными формами. Теорию вторичных контрактур отказывается дать, считая вопрос еще незрелым, ограничивая изложением чужих взглядов. В главе о расстройствах чувствительности причисляет все атабетические анестезии к типу корешковую. Точно так же дежурин, согласно новейшим обозрениям, трактует атаксию атабетиков как периферическую. В эту же группу периферии атаксий он вносит и атаксию лабиринтики, то есть лабиринтную атаксию, и атаксию при прогрессивном гипертрофическом интерстициальном неврите детского возраста, дежурин и соток. Тесно к этой группе примыкает атаксия при его ноэротабес периферика. Далее идет группа атаксии смешанного происхождения, в нее дежурин включает эрготизм, пернициозную анемию и фридрейховую болезнь. В молодом, в модном опросе, о моторной метамерии, фон Кехутен и других, название которой отдельные сегменты конечностей и тулыша представлены спином мозгу отдельно друг от друга, или друг возле друга, расположенными изолированными ядрами, таким образом, что каждый сегмент тела иннервируется клетками из нескольких сегментов. В этом вопросе дежурин держится отрицательного взгляда и склоняется к пользу корешкового распределения, то есть признает, что каждый двигательный корешок получает свои волокна из лежащих против места его нахожения клеток, и что никакие длинных ядер для моторной иннервации отдельных частей тела в куме нет. Совершенно такого же взгляда держится именно относительно теории сенситивной метамерии, бресо, и вполне ее отрицает. Этих и нескольких примеров достаточно, чтобы показать, что каждый найдет для себя в книге много нового и поучительного. К сожалению, однако же, огромный материал, использованный дежурином, расположим в книге, часто, не вполне удобно и практично. Для клинициста укажем, хотя бы для примера, на совершенно лишнюю, по нашему мнению, главу, семиотика руки, ноги, лица и так далее. Так как помимо этой главы, например, в отделе Троублэс-Далла-Молите снова рассеяны десятки крайне важных, интересных рисунков и описаний, относящихся всецело к упомянутой главе. Обилие данных диагностических при характере книги общедиагностическом дает себя мучительно чувствовать на каждом шагу. Увлеченному мастерским изложением автора, читателю-клиницисту, хотелось бы подчас сразу обнять взгляд знаменитого ученого на семиотику той или другой формы, ин тото. Но это ему не удается, потому что болезни здесь разорваны по симптомам, разнесены по разным главам. На беду в конце книги нет необычного подробного указателя по предметам и именам. Так что и при доброй воле самому составить сборную диагностику какой-либо формы на основании взгляда в дежуре нам очень трудно. Далее мы, кстати, отметим, что очень богатая ссылками на французскую и немецкую и частью английскую литературу книга Дежерина не щеголяет русскими именами, даже и там, где бы им обязательно следовало бы быть. Хотя бы в скобках. Там же, где, наконец, такая фамилия попадается, она, как повсюду, во французских изданиях нередко немилосердно и сковеркано Михайловский вместо Михайловский, Вишнявский вместо Вишвянский и так далее. Эти второстепенные замечания ничуть, однако, не предназначены для умаления значения книги. Главное достоинство, которое есть то, что она написана одним из самых выдающихся по эрудиции, опытности и добросовестности, европейских ученых, и мы можем только пожелать, чтобы эта во всех отношениях полезная книга нашла, возможно, большее распространение. Читается текст крайне легко, издана книга, как во французском издании, прекрасна, множество, как все французские издания, прекрасна, множество рисунков, фотографий, представляют образцы репродуктивного искусства. Цена книги сравнительно очень небольшая. Скажем так, реферирована Лазарем Минором. А вот психиатрическая Эмиль Крепелин, знаменитый Крепелин. Эрфарун, Индио-психиатрический клиник. Скажем так, опыт работы психиатрической клиники. Так, психиатрические воззрения, с которыми выступил Гейдельбергский профессор, побуждает пересмотреть многие главы психиатрии, успевшие сделаться классическими и внести в них некоторые виды изменения. Такому пересмотру Крепелин прежде всего подвергнул выдвинутые Мейннертом учения об остром бессмыслии, о Менце. Крепелин, видите, критиковал о Менце и Мейннерта. Расширив, с одной стороны, группы раннего слабоумия, деменция, прикок в шизофрении, а с другой, придав своеобразное освещение представлению о циркулярном психозе БАР, введении в него учения о так называемых смешанных состояниях. Совершенно верно. В настоящее время мы имеем смешанный, да, микс, то есть биполярное эффективное расстройство, смешанная форма. Менее крупным и менее определенным являются те модификации, которые Крепелин внес в учение о паранойи и меланхолии. Как указывал, Крепелин, выступая с новым учением в основу разграничения душевной болезни, он полагал не симптоматологически, а клинический метод наблюдения и группировал психические расстройства не столько по их картине, сколько по их течению. В последнем издании своего учебника, выше чего, в 1899 году, он дал образное описание тех немногих болезненных форм, в рамки которых он считает возможным включить все бесконечное разнообразие наблюдаемых на практике психотических проявлений. Однако описание клинических картин отдельных болезней при всей своей яркости оставалось и отвлеченным, и несколько расплывчатым. Суммарным образом недоставало необходимой выпуклости, они не давали вполне ясного представления о тех конкретных проявлениях, о которых шла речь. Это относится в особенности к главам о параноидной форме раннего слабоумия, шизофрении и о смешанных состояниях циркулярного психоза, то есть о смешанных состояниях БАР, которые не могли удовлетворить читателя. Но, как видно, есть предисловие к книге, названия которой приведены в заголовке, оно не удовлетворяло и самого Крепелина, который решил представить вместо догматического описания ряд характерных клинических случаев, освещенных диагностическим анализом. Кстати, вот тут жалуется референт о том, что они не давали вполне ясного представления о тех конкретных проявлениях, о которых шла речь. Это относится к особенности главам о параноидной форме раннего слабоумия. Вот, это, скажем так, это мысль, это классификация криминалов. Она сейчас находится. Это F20, ну, параноидная форма шизофрении и о смешанных состояниях циркулярного психоза. То есть, тогда это был циркулярный, сейчас это БАР, оно имеет, так что Крепелин все-таки был Крепелином. Вот, не знаю, почему читатель не мог согласиться или не мог понять. Так, ну, как видно из предисловия книги, название которого приведено в заголовке, оно не удовлетворяло и самого Крепелина, который решил представить вместо догматического описания ряд характерных клинических случаев, освещенных диагностическим анализом. цитата «Если я решительно выдвинул на первый план диагностические соображения, говорит автор предисловий, то сделал я это из убеждения в их важном основном значении не только для нашего научного мышления, но и для наших врачебных советов и действий. И пред глазами читателя проходит в рельефных изображениях ряд больных воплощающих полный курс клинической психиатрии. За рядом лекций, посвященных состояниям депрессии и связанности, связанность меланхолия, циркулярная депрессия, ранее слабоумие, катазонический ступор, депрессивные состояния паралитиков, следует несколько лекций, в которых рассматривается состояние экспансивное, маниакальное возбуждение, смешанные, циркуляторные состояния, смесь мании с депрессией, кататоническое возбуждение, паралитический бред величия. Ну, паралитическим, паралитическим, значит, помешанным мы не наблюдали, я лично не видел. В наше время, уже когда я работал, с 68-го года, уже не было прогрессивного паралича, помешанного, поэтому и бредовеличия не было. Следующая группа лекций занята состоянием спутанности, алкогольные психозы, психозы при инфекционных болезнях, эпизодическая спутанность, психозы беременных и родильниц. Три лекции посвящены бредовым состояниям, паранойя, параноидные формы раннего слабоумия и так далее. И две – хроническим отравлением, алкоголизм, морфинизм, кокаинизм. Исходным состоянием прогрессивного паралича, помешанного и раннего слабоумия, органическому, старческому и эпилептическому слабоумию посвящено по одной лекции. Остальные лекции рисуют эпилептическое, истерическое помешательство, навязчивые идеи и страхи, состояние психического недоразвития и выражения. Последние лекции посвящены кретинизму и заканчиваются общим соображением об итеологии душевных болезней и об их итеологической классификации. Наибольший интерес представляет без сомнения те из лекций, в которых иллюстрируются болезненные формы, являющиеся созданием самого автора. Они в значительной степени уясняют точку зрения креплена и дают представление о том своеобразном методе клинического анализа, которым автор применяет к своим наблюдениям. Главная особенность этого метода сводится к стремлению определить характер течения мыслительных и психомоторных актов, независимо от их индивидуального содержания и от субъективных психического комплекса, представляемого данным больным. В этом методе обнаруживается попытка заменить спекулятивно-психологический анализ, психофизиологический и вести в клинический разбор по возможности объективные и бесспорные критерии. По сути дела эта работа или начальные попытки креплена на разработать нозологический принцип диагностики и лечения. Если толкование отдельных проявлений автором и не всегда является вполне убедительными и естественными, то, как попытка, метод его представляет глубокий интерес, особенно если принять во внимание плодотворность его, ярко выступающей в приложении его к нарисованному авторам клиническому материалу. Все представленные в лекциях наблюдения снабжены катомностическими примечаниями, подтверждающими диагностические, а стало быть, и прогностические соображения лектора. Сообразно с главную задачу, поставленную себе автором, на первый план выдвинуты дифференциально-диагностические сопоставления и сравнительно ничтожное внимание уделено вопросам терапии, а ее и не было в 1899-м. Какая терапия? Вопросам патогенеза и сущности тех или иных состояний и форм посвящено лишь несколько попутных замечаний, отмечающих, но не обосновывающих во зрении автора. Патологическая анатомия совершенно оставлена в стороне, но не заменяя собой учебника, настоящие клинические лекции с одинаковым интересом прочтутся как специалистам, так и начинающим врачам. Книга написана свойственным автору живым блестящим языком, кнические описания чрезвычайно картины ярки, несмотря на всю их деловитую краткость, чему немало способствует приданный им повествовательный характер взамен обычно употребительным, употребляемого, а писательным. Мы искренне желаем появление на этой книге на русском языке. Рецензировано Александром Бернштейном. Ну, вот так вот. На этом я заканчиваю вот эту смесь психиатрическую из рецензий, из рефератов, из иностранных журналов. Благодарю. Благодарю вас за проявленное внимание. к этому чтению за интерес вам. Не знаю, значит, насколько он большой, насколько он глубокий, но все же таки интересно. Напечатано в 1901 году или в 1902 году. Сейчас посмотрим, по-моему, в 1902 году. Нет, в 1901 году. Это книга «Вторая Москва 1901 год». Вот интересно, как обстояли вопросы психиатрии в 1901 году. Книга вторая, это наверняка весна, а может быть и зима. Так, ну что, прощаюсь с вами. Спасибо и до свидания.